Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня воскресное утро. Мы работаем также на инкассаторах. Все так же уфармливаем бабосики нам на наш Глинтваген. Наконец-таки, блядь, наконец-таки! Спустя 20 минут долбили эту газельку! Ну это реально смешно. С утра человек 20 уже здесь стоят на инкассаторах и пытаются заработать себе денежек побольше. Не понимаю немножко систему инкассаторов. Поставили 4 машины на, так скажем, на 800 человек. То есть, как бы 4 машины тут, 4 машины в Мирном и 4 машины в Приволжске. Да, в Приволжске. То есть, 16 машин на 800 человек. По мне таки кажется, что это мало. Вот если за углом туда пойти, в сторону медиков, блядь, там столько машин для персонала, что просто ими никто не пользуется. И вообще, по-моему, медиков совершенно нету на сервере. Я, кстати, не знаю, как будет работать система медиков в дальнейшем, но, честно говоря, я хотел бы изменить так, чтобы во фракциях получали реальные зарплаты. То есть, каждый час у них там ни по 2, ни по 4 тысячи, да, как сейчас, я точно не могу сказать. Но думаю, что там такая вот как раз-таки сумма заработка и есть. Вот, реализовать их как под реальную. То есть, не каждый час давать эту зарплату, потому что сразу экономика рухнет. Она и так, в принципе, не такая уж и стабильная, да. Каждый час не давать зарплату, а давать ее каждые 2 или 3 часа. То есть, например, каждый час у них зарплата 2 тысячи, поднять ее где-то примерно, ну, раза в 3. То есть, хотя бы каждый час по 6 тысяч. Но давать ее, например, раз в 3 часа, да. То есть, 6 умножить на 3, то есть, 18 тысяч за 3 часа. То есть, вот это вот как доп. заработок на основной фракции. Было бы неплохо. Ну, конечно, эта идея не такая уж и хорошая. Это она у меня крутится всего лишь в голове. Может быть, придумают что-то лучшее. И не то, что я придумал, да. Насчет инкассаторов, ну, это просто пиздец. Блин, не хотел им утюкаться, да. И что происходит вообще? На сервере балаган. Я играю сразу же, скажу, что я на первом сервере. И, ну, и, честно говоря, я бы немножко изменил и инкассатор. Добавил бы им хотя бы еще машин. Потому что, ну, нереально. Хотя, так же подумать, да. Если мы добавим еще по паре машин, то тут вообще будет просто пиздец. Сущий ад. Везде будет все лагать. Сервер будет вылетать и прочее, прочее, прочее. Хрень будет твориться. Ну, блядь, что-то надо придумывать. Предлагаю еще один вариант. Но послушают меня, не послушают. Оптимизировать везде работы. То есть, в чем прикол? Чтобы, например, не задрачивались на одних инкассаторах, да, не фармили. То есть, остальные работы пустуют, но так как это транспортный проект и так далее, да. Чтобы больше заинтересовать игроков, нужно просто везде поднять зарплату. Например, мусоровоз, конечно, не очень хорошо сделали. В плане того, что ты, получается, арендуешь, что ли, 10 или 15к. По-моему, 10к, да. Отдаешь в аренду этот мусоровоз, чуть-чуть таранишь его, да. И получается так, что ты потом за него платишь большие суммы денег. То есть, ну, никакого навара. Ну, блин. Все-таки здесь в основном контингент игроков все пытаются заработать. А не насладиться тем, что вот мусоровоз, вот так он двигается, да, там собирает мусор, анимация, там все вот это вот такое. То есть, как бы и уклон нужно ставить и на тех, кто любит и зарабатывать. Помимо того, что они только и катаются и возят мусор. От того, что, точнее, там не очень-таки хорошо реализована система заработка, от того и у нас на сервере мало кто играет на всяких различных работах. И вот даже, да, вот утро. В воскресенье утро почти 500 человек на инкассаторах херова туча людей. И если пошариться по другим работам, то сами знаете, что на других работах, в принципе, вообще никого нету. То есть, очереди только, наверное, так скажем, на самолетах. Корабли, может, еще, но это не точно. Автобусников очень мало. Очень мало тех, кто на трамваях катается. Я вот раз в 40 минут, может, увижу, да, вот мимо проезжающие троллейбусы, трамваи и так далее. То есть, тут вообще тишина. То есть, тупо-тупо инкассаторский фарм. Надо, в первую очередь, вот вы выпустили демо, да, разработчики. Все прекрасно, все хорошо, претензий нет. Давайте сделаем глобальную экономику. Давайте попробуем что-то сделать, что-то лучше. Придумаем что-нибудь так, чтобы оптимизировать везде работы, чтобы везде как-то были автобусы, да, где ты рейс делаешь не 10 тысяч получаешь, а 20 тысяч получаешь, да. Как-то так, чтобы будет больше автобусников, будет больше фарма, будет больше тех игроков, кто хочет играть там на автобусах, на самолетах. Будет везде-везде какой-то движ. То есть, по всему городу будут разбросаны игроки на разных работах. Будет город просто живой. А не так на одном месте собираться на инкассаторах и фармить их до жопы. Ну, вот, 28 тысяч за рейс, это где-то, грубо говоря, 15-10-15 минут ездить. Ну, это уже хорошо. Также можно за 15 минут для автобусников сделать там тоже 28 тысяч, да, но 25 херс, или 20 там. За один рейс. Ну, такой нормальный прям рейс. Вот, например, в, где там, я уже забыл, как этот новый город, Волчанск, вот. В Волчанске вот эти вот икарусы стоят. Их сделать тупо не по 7, там, по 6к за рейс, да, а 10, например, до Невского и 15 до Жуковского. То есть это прям самый вообще нормально будет, когда, например, даже тут очереди херова туча, да, например, просто не проехать, не пройти, не поймать себе газель, не пофармить. Пойти-то того, что это, круги наматывать на автобусах и за такое время, пока ты тут стоишь в очереди, просто нафармишь себе уже 100 тысяч, да, вот так вот спокойно катаешься. Тем более по трассе. Че там по трассе не гонять? Как-то так, ребята, я думаю, стоит, скорее всего, заняться экономикой, стоит что-то придумывать и... Ну-ка, давайте сейчас слоим газель. Лебать, ну вот, хер, хер газель словить, просто день, столько школьников просыпается, не, не исключение, что и школьники тут еще играют, и хер че словишь. Так вот, ребята, я думаю, что нужно менять экономику, нужно сделать какой-то баланс на сервере, чтобы игроки занимали различные работы. То есть, как бы, давайте сделаем упор на экономику. Мне уже, честно говоря, пофигу на новые места, какие-то новые города, когда добавляют. Мне главное, чтобы была просто экономика на различных работах. Мне вот, конечно, хочется купить какую-то дорогую тачку, да, там, ну, блин, на автобусе с нынешними заработками, так сказать, на них не накопишь. Вот как-то так, ребята. В общем, ребята, что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии, не знаю, может, достучимся как-то до разработчиков. Ну, вот как-то так. В общем, всем спасибо, ребята, всем до следующего ролика, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok